Никто не узнает, где я Никто не узнает, где я Никто не узнает, где я Прочих рэперских атрибутах Привет, Макс Привет, Максим Слушай, первый вопрос таков Каков был твой путь? Каково было твое дао? В двух словах Этот этап, который происходит сейчас Он является Наверняка не стартовым в твоем творчестве вообще На самом деле творчество моё начало где-то Ну лет 5-6, я не знаю примерно Когда это было Но год назад я начал выступать серьёзно До этого я так просто Детская шалость, можно сказать Год назад я начал выступать серьёзно Но это второй этап, скорее всего Моя творчество Второй этап, как раз таки Начало сотрудничества с Respet Production, как я понимаю И есть что-то, что изменилось в твоей жизни принципиально? Вот прям перевернулось с ног на голову? Ну конечно, меня стали крутить по российским каналам Вот это самое главное Мне очень приятно видеть себя по телеку, когда я сижу дома Ну а так пока мы сильно не работали Вот только клип снимали Началось сотрудничество вообще в июле Поэтому Ну сейчас посмотрим концерты какие будут Я так понимаю В Беларуси Не особенно хорошо развито музыкальное телевидение Ну да, там всего лишь Да, сейчас остался один телеканал Ну мы там завоевали уже его Можно так сказать Да, здесь побольше Намного побольше Это круто И страна побольше Ну и от некоторых знакомых артистов из Республики Беларусь Таких как группа Ляпи Струбецкой или группа 5DS Я слышал о существенных проблемах и даже порой возникающем давлении на музыкантов в вашей стране Ты с этим сталкивался или твое творчество в принципе немножко идет параллельно протестным настроениям И поэтому у тебя никаких проблем не возникало В начале моей карьеры творческой Мое творчество шло непосредственно в оппозиционном направлении Да, можно сказать Но потом я перешел на параллельно Получается Понял, чтобы заевать респект Нужно переходить на параллельно Ну политика и музыка Это на мой взгляд вещи несовместимые Поэтому так получилось Кто в это ввязывается Конечно, есть проблемы определенные Поэтому Ну приходится в каждой стране жить по своим правилам И если не хочешь жить, ну там Будут приходить к тебе Ходишь? Скажи В том, что ты имеешь на данную секунду Я говорю о достаточно уже начинающей шуметь презентации твоего клипа О десятках приятных гостей И в принципе классной атмосфере Вот по всей этой движухе Выпуске твоего альбома Подписание на Respect Production Какие люди оказали наибольший Как бы тот же самый респект И помощь, содействие в этих моментах? Ну есть у меня друг Музаскат Он непосредственно оказал помощь Для зачисления меня на лейбл Respect Production На самом деле я хотел попасть к вам в Россию Но не такими путями Не прямым путем Я думал, может быть через Украину попробую что-нибудь Как-нибудь, а хохлы уже помогут там в Россию Но для меня очень, конечно, ошеломила меня эта новость Что так все произойдет И ты, одним словом, ты доволен всем, что сейчас происходит? Доволен Очень легко попасть вообще в плохие, в злые руки Очень много разных продюсерских компаний Которые потом используют только в свою выгоду Несмотря на твой стиль, который у тебя был изначально И твою музыку Я думаю, вы в курсе этого А я попал туда, вот именно в свою тарелку Это хип-хоп Это моя братва, можно сказать А хип-хоп, он One Love, он единственный в сердце Или у тебя... Это основа Это основа, окей Но вокруг нее Насколько широко распространяются твои музыкальные вкусы? Они просто безграничны На самом деле, за основу я взял хип-хоп И все остальное Со всех стилей я беру только самое лучшее Что, ну, что кажется мне самое лучшее Вот и все Я могу его совместить, может, с хардкором каким-нибудь там С дабстепом там Ну, с очень разной музыкой Ну, что получится, это будет следующий альбом Я думаю, вы все увидите Макс, твой альбом «Животный мир» Находится на сайте Thank You Где каждый может его в свободном доступе Заполучить в клешне своего плеера И при желании выразить тот самый респект В финансовом эквиваленте Скажи, в двух словах Такая система распространения музыки Она тебе близка? Тебе кажется, есть за этим будущее? Ну, в Америке, конечно, это уже на очень хорошем уровне Но у нас, я как обыватель могу сказать, что мне близка система бесплатного скачивания На самом деле Ну, надо как-то зарабатывать и артистам тоже Я думаю, мы с обывателями как-нибудь договоримся В итоге получается неплохой баланс Все вместе образует неплохой творческий ком Все только с разрешением тех же обывателей С разрешением слушателей Против них не пойдем никак Надеюсь, что среди твоих слушателей Будет как можно меньше обывателей И все продолжит расти таким же стремительным комом Как это происходило последний год, наверное Может быть, чуть меньше Спасибо тебе, Макс Успехов отрывайся А мы будем смотреть твой клип, гоняя его по кругу Спасибо, спасибо вам Пис Давай Две недели или на жизнь Накуда, неважно, неважно Просто летей Город свободу дай мне Приждай мне Мы все еще присутствуем на презентации клипа Макса Коржа На песню «Где я?» в клубе «Парбадос» С нами рядом сидит небезызвестный Влади из группы Каста Тот человек, который помог Максу оказаться в свете софитов и вспышек Скажи, Влад, история с Respect Production насчитывает уже множество лет Скажи, за все эти годы сохранилось ли в тебе ощущение гордости и правильности этого пути? Ты доволен в некотором плане этим своим детищем? Ну, я не могу сказать, что это какое-то там огромное здание Это наш лейбл, это наш вид деятельности Что из себя он представляет? Несколько человек, которые знают, как продвигать музыку в сегодняшних условиях Которые знают, как снимать клипы, вести гастрольную деятельность Время от времени мы находим людей, артистов, которые, на наш взгляд, достойны того, чтобы мы тратили на них свои силы и деньги И мы этим и занимаемся Один мой знакомый рок-музыкант однажды мне рассказывал, как в конце 90-х он пытался осуществить поддержку молодых исполнителей Путем продвижения, выпуска их дисков Но при всем при этом он очень расстраивался Он очень расстраивался по итогу, потому что эти ребята через несколько лет о нем забывали Уходили в собственное плавание и даже не вспоминали его добрым словом в интервью Ты с этим не сталкивался и не пугает ли тебя подобный расклад? Для меня очень важны человеческие отношения И я надеюсь, что в нашем коллективе будет всегда все по-человечески С классикой, хорошей морали Скажи, а непосредственно с Максом ты каким образом познакомился? Мы позвонили Максу в Минск, попросили его приехать, сказали, кто мы такие Макс приехал и мы с ним познакомились Ну а с его творчеством тогда, окей, ведь все же это началось Записал альбом и выложил его в интернет Наш приятель... Как это было? Я пытаюсь возобновить в памяти Ну в общем, ладно, не помню точно как было В какой-то момент Руслан мне сказал Вот это альбом Макса Коржа, минского исполнителя Послушай А, я вспомнил, Змей перекинул Руслану Руслан мне Одновременно это зарелизилось в интернете Ну и потом уже позвонили Максу Я помню, мы несколько дней ездили в машинах, слушали эти песни Нам уже заранее было интересно Так, а какая же, какая же песня выстрелит Мы еще даже не общались с Максом Просто, ну так Был такой азарт делать ставки То есть, относительно той компиляции, которую вы услышали тогда в машине Итоговая версия альбома отличается по продакшену или вы практически не вмешившись? Нет, 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 весь этот альбом, он называется «Животный мир» Он создан Максом в Минской студии Нашего участия там нет Мы уже работаем с готовыми песнями Однако, минские студии работают в мировых трендах Я очень доволен звучанием Ну и напоследок, Влад, скажи общая тенденция развития нашей рэп-сцены В первую очередь я говорю о появлении новых молодых исполнителей Которые, конечно, проявляются как грибы после дождя Вот тебя это скорее вдохновляет Или тебе кажется, что может наступить некое информационное перенасыщение в сфере рэп-музыки? Музыки было всегда очень много Ее много и сейчас Среди всего массива есть хорошие музыканты, которые остаются незамеченными Видимо и дальше так оно будет Ну а некоторые хорошие музыканты становятся заметными Иногда это происходит самостоятельно, спонтанно, без участия, без промоушена А иногда это происходит с промоушеном Ну, на мой взгляд здесь ничего не отличается от того, как это было, скажем, 10 лет назад Ну, разве что интернет Сейчас можно в интернет залить и, в принципе, ничего не делать Не париться, чего достичь, если это настоящие хиты Главное, чтобы это было настоящее Мы очень надеемся, что встретимся с Владом через пару лет На фоне висящего платинового диска Макса И посмотрим новый... Или платиновая флешка, наверное, или что это, я даже не знаю Можно посмотрим на голограмму новых 15 Super HD клипов Макса Платиновая SD карточка в телефоне Ну что же, пока ученые выдумывают новые формы хранения информации Мы отправимся смотреть на то, что происходит сейчас в баре Барбатес Всем пока! Мне не звони на телефон Не заня оплату, он отключен Ты знаешь, в жизни бывает и не такой загон Закон в джунгли моих, лишь дело меньше слов Знаешь, я даже не в баре, совет вам да любовь Я стою в метро, получил ЗП, булаву мою Мне пришла идея, как бы было хорошо Взять один билет, не важно куда Я просто испарюсь к оттеням Никто не узнает, где я